здравствуйте дорогие подписчики и гости канала я хочу напомнить вам что теперь вы можете поддержать наш канал перейдя внизу по ссылке на патреон ваша поддержка очень важна для нас а мы будем стараться делать более интересный контент 2002 год краснодарский край 21 сентября в милицию центрального района краснодара обратилась супружеская пара анна григорий шварлис их дочь 25 летняя виктория исчезла накануне она уехала по делам обещала скоро вернуться но не появилась ни вечером ни на следующее утро три дня спустя викторию объявили без вести пропавшей характеризовалась положительно училась вла нормальный образ жизни и оснований предполагать что она куда-то уехала или просто по каким-то причинам не дает о себе знать не было через неделю в лесополосе мальчишки нашли женское тело экспертиза помогла опознать погибшую вещи погибшей были разбросаны рядом с телом деньги остались в кошельке пропали только недорогие золотые серьги эксперты пришли к выводу викторию задушили облили бензином и сожгли но перед тем как поджечь тело маньяк нарисовал на лице жертвы губной помады странный знак круг с тремя вертикальными и одной горизонтальной полосой сыщики предположили что преступление совершено членами какой-то секты они обратились к литературе оккультизма но похожих символов в книгах не нашлось никаких улик которые указали бы направление поиска на месте преступления обнаружено не было следователи не нашли свидетелей и расследование лишения жизни виктории шварлис зашло в тупик спустя некоторое время в милицию поступило заявление о пропаже елены черной ивановой а вскоре тело девушки нашли на берегу растительного канала в поселке лорис очерк был тот же маньяк задушил и поджег жертву на лице губной помадой был нарисован знак круг и четыре полосы из вещей елены пропало только золотое кольцо сходство с эпизодом виктории шварлис было очевидным а вскоре в краснодаре и его окрестностях были найдены мертвыми еще несколько девушек все говорило о том что череда нечеловеческих преступлений дело рук одного и того же человека по версии следствия под краснодаром появился серийный маньяк прокуратурой гвд краснодарского края создали специальную рабочую группу в нее вошли лучшие следователи и оперативники кубани всего около 50 человек все схожие случаи смерти пропавших девушек объединили в одно уголовное дело во всех преступлениях была общая черта последний раз жертв видели на остановках общественного транспорта девушки которым по каким-то обстоятельствам или причинам надо было ехать причем пользовались при этом попутным транспортом предполагаемый преступник получил прозвище маньяк таксист милиция опрашивала водителей автобусов и таксопарков это были сотни человек после чего было принято решение организовать засаду на маньяка точка отбытия из краснодара этих девушек была практически всегда одна и та же эта улица вторая линия в течение двух недель несколько девушек милиционеров постоянно ловили частников на второй линии краснодара операция была очень рискованная никто не знал как именно ведет себя загадочный преступник быть может он душит девушек прямо в машине параллельно это привело к раскрытию нескольких преступлений но душитель так и не попал в расставленные сети более того маньяк как будто понял что на него идет охота и нападения прекратились спустя год тело елены фидуловой нашли на славянском кладбище ее обнаружили рабочие преступник задушил жертву а затем разрисовал ее лицо губной помадой у погибшей он забрал золотые украшения но не тронул подарки которые та везла своим коллегам хотя с момента предыдущей серии лишения жизни прошел год у следственной группы сразу возникло предположение маньяк таксист вернулся к своему чудовищному ремеслу страшные известия моментально облетели весь город сыщики начали изучать карты местности отмечали на них точки где были совершены преступления сопоставляя данные наконец им удалось очертить район где орудовал душитель назывался своеобразный треугольник это прикубанский округ города краснодара это северский район это славянский район красноармейский район абинск если провести линию то получится треугольник закольцованная дорога утром татьяна крич как обычно шла на работу домой она должна была вернуться около семи но близится вечер а таня не появлялась родственники забеспокоились сотовый телефон девушки не отвечал тянулись часы нина васильевна сама не заметила как задремала ее разбудил звонок в дверь на лестничной площадке стоял высокий крепкий мужчина в руке у него был паспорт ее внучки и он мне говорит я вот нашел паспорт ее и это я как нашел где вы нашли а он говорит на улице селезнева на углу я ехал увидел и остановился бабушка схватилась за сердце стане беда пожилой женщине стало плохо ноги подкосились она опустилась на стул в прихожей я его вам надо заплатить за то что вы это вообще на бензин бы надо незнакомец взял деньги и ушел оперативники пытались выяснить у бабушки как выглядел приходивший к ней мужчина составить его портрет но старушка была в шоке и не запомнила его лица тело татьяны нашли через несколько дней в тридцати пяти километрах от краснодара полоса на шее знаки на лице никаких следов надругательства это был четкий почерк маньяка но помимо золотых украшений преступник зачем-то забрал у девушки мобильный телефон для сыщиков это была первая и единственная зацепка мобильный номер татьяны кришт проверили неожиданно выяснилось в течение последних суток с него дважды звонили по заключению экспертов в то время девушка была уже мертва значит пользоваться телефоном мог преступник оперативники сразу же установили адреса абонентов которым звонили с номера татьяны оказалось что там живет молодая женщина с ребенком порядочная женщина следователям предстояло выяснить что связывает кубанского душителя и молодую женщину которую звали оксаной имеет ли она отношение к преступлениям за ней было установлено негласное наблюдение оперативники постоянно сопровождали ее фиксировали все встречи телефонные переговоры второй абонент которому звонили с мобильника татьяны находился в офисе крупной компании по продаже бытовой техники в глаза тут же бросилась интересная деталь офис быт комплекта располагался в одном здании с аудиторской фирмой где работала покойная татьяна дриш неужели преступник и жертва трудились в соседних кабинетах оперативники осторожно и тщательно проверяли сотрудников компании по продаже бытовой техники на счету был каждый день в любой момент маньяк мог снова совершить преступление неожиданно сыщики наблюдавшие за оксаны сообщили к ней в гости заезжал какой-то мужчина его личность установили им оказался директор компании попавший под подозрение вахтанг араян такое совпадение трудно поверить но даже психологический портрет преступника в данном случае был подходящим помимо того бабушка одной из жертв свидетельствовала именно что мужчина был с похожими приметами тот который принес ей паспорт погибшей внучки араян стал первым подозреваемым в деле которая длилась уже больше года бизнесмены начали тщательно проверять но у следствия сразу же возникли серьезные сомнения в его виновности вахтанг араян все время находился на виду у коллег практически на все случаи у него было стопроцентное алиби сам араян искренне предложил следствию свою помощь на встречу сыщиком вахтанг араян привез своего 32-летнего ливана однако допрос свидетеля не удовлетворил сыщиков следователю было достаточно задать всего несколько уточняющих вопросов и сразу же стало понятно версию о белых жигулях в которой якобы садилась татьяна дришт ливан придумал на ходу заподозрив неладное следователи начали проверять личность араяна младшего ливан рос в зажиточной семье отец работал в торговле занимал высокие посты но с раннего детства родные замечали некоторые странности в поведении мальчика в 11 летнем возрасте врачи поставили ему диагноз параноидальная форма шизофрении внешне болезнь ливана никак не проявлялась он рос физически крепким и очень активным парнем родители предпочитали скрывать от окружающих его диагноз мать и отец жалели ливана считали его просто больным несчастным ребенком но при этом старались не допускать общение сына с его младшей сестрой они боялись агрессии ливана боялись что он позарится на сестру преступные наклонности араяна младшего проявились еще в юности практически сразу же было установлено что ливан ранее привлекался к уголовной ответственности начиная с несовершеннолетнего возраста 16 лет он совершил нападение на кондуктора трамвая забрал всю выручку ливану грозил срок но медицинская комиссия обследовала юношу сделала вывод что он стрелает психическими расстройствами вместо тюрьмы ливан отправился в больницу однако оттуда его вскоре отпустили врачи решили что район не представляет опасности для общества вскоре молодой человек снова попался на грабежах но на этот раз он действовал в компании сверстников следователь практически все понял и решил действовать напрямик он задал молодому человеку вопрос зачем он лишил жизни татьяна дришт и других девушек под давлением улик ливан араян начал давать показания даже опытным сыщиком стало не по себе от его монотонного голоса и постоянные хмылки всего он рассказал о совершенных им порядка 15 и 17 лишения жизней главной причиной нападений ливан называл сложности в отношениях с девушками ему никак не удавалось завязать роман у него не было подруги о последнем лишении жизни татьяны дришт ливан рассказал следующее он предложил девушке заняться интимом она согласилась и ваша миссия не завершил чем стиль 2 сумка черного цвета и мешков отрезок на странице задрошала захотела денег однажды все же ливану повезло он встретил свою судьбу девушку звали оксаной она была терпеливой ласковой и заботилась оливание они встречались его даже не смущало то что от прежнего мужчины у оксаны был маленький ребенок с этой женщиной арен действительно хотел связать свою жизнь однако сама оксана относилась к нему с опаской девушку пугала его агрессия на словно чувствовала угрозу любые неудачи приводили араяна в бешенство такие минуты оксана избегала ливана боялась попадаться ему на глаза она знала на свете есть только один человек который может остановить бунтующего психопата это его отец порой оксане приходилось обращаться к вахтангу араяна за помощью галантный щедрый вахтанг отличался от опасного непредсказуемого сына оксана сама не заметила когда их дружба переросла какое-то иное высшее чувство девушка ливана и его отец стали любовниками оксана пыталась скрыть от ливана связь с его отцом но араян почувствовал любимое охладела к нему и он стал подозрительным и скрытым а потом устроил за оксаной слежку однажды ливан сообщил что уезжает на весь день а сам сел в машину и стал наблюдать за подъездом оксаны через час он увидел как перед домом остановилась машина отца араян младший пришел в ярость измена любимой женщины стала последней каплей араян потерял над собой контроль он стал лишать жизни женщин которых винил во всех своих бедах объясняя мотивы совершенных им преступлений араян рассказывал что он предлагал тем девушкам которых он подвозил на своем автомобиле вступить с ним в половую связь за деньги если девушки соглашались он читал их подлыми женщинами и лишал жизни наследствие ливан араян описывал свои преступления очень подробно он не забыл ни единой мелочи прекрасно помнил и свою первую жертву студентку вику он подсадил ее в машину когда виктория торопилась после занятий из института домой в лесополосе ливан остановил машину и вытащил испуганную вику из салона теперь поиграем в мою игру она называется сколько стоит любовь ливан достал кошелек и показал девушки несколько купюр араян хладнокровно задушил викторию ложив тело в траве он вывернул дамскую сумочку нашел тюбик губной помады нарисовал на лице девушки придуманный им знак круг с тремя вертикальными и одной горизонтальной полосой араян решил это будет его фирменный символ климо санитара который очищает человечество от продажных женщин ливан араян считал что девушки становятся жертвами по собственной вине они сами провоцировали его на преступление правило девушки сами по собственной воле садились в машину не оставляя себе даже малейшего шанса выжить на предварительном следствии ливан араян держался спокойно и уверенно ничего не скрывал охотно рассказывал о своих преступлениях и даже улыбался следствие решала сложную задачу как доказать виновность человека если с момента преступления прошло несколько лет прямых улик против ливана не было но обвиняемый называл детали которые могли быть известны только маньяку на языке закона это называется преступной осведомленностью араян детально описывал предметы одежды женщин их внешность обстоятельства их личной жизни рассказывал кто где учился кто где работал у кого какие проблемы личные семейные были следствие провело огромную работу материалы дела занимали много томов однако доказать в суде удалось только пять эпизодов связанных с лишением жизни девушек валиван араян не получил пожизненного заключения судебными медиками диагноз шизофрения был подтвержден а сам преступник был признан невменяемым суд вынес постановление отправить маньяка на принудительное лечение сейчас маньяк таксист находится в специализированной психиатрической больнице родственники регулярно навещают его и каждый раз ливан просит отца вызволить его из клиники он клянется что будет примерным сыном порядочным человеком но никто больше не верит кубанскому душителю после 2012 года достоверных сведений о дальнейшей судьбе араяна нету не забывайте ставить лайки и подписываться на канал спасибо за внимание и до новых встреч